Привет, друзья! Вы на канале Лайв Шоу! Как вы думаете, если сойдутся в схватке лев и тигр, то кто же победит? Этот вопрос давно волнует многих поклонников животного мира. Никто не будет спорить, что африканский лев – это царь зверей и одна из самых сильных кошек на планете. Однако тигр ведь тоже не слишком отстаёт, и его часто в народе величают пусть не царём, но законным императором. Эти два хищника считаются самыми крупными в семействе кошачьих, они оба сильные и крайне бесстрашные. Однако кто всё же заслуживает звания сильнейшего? Предлагаю нам сейчас вместе во всём по порядку разобраться. Если понравится это видео, то не забудьте нажать на лайк и обязательно оформить подписку с колокольчиком на канал. Желаю захватывающего просмотра! Стоит заранее отметить, что в условиях дикой природы тигр и лев не пересекаются. Однако люди неоднократно находили способы это исправить. К примеру, в Древнем Риме на арене часто сражались азиатские тигры, выступая против африканских львов. Спустя время они смогли найти друг друга уже в границах зоопарков и цирков. С учётом небольшой площади вольеров эти животные, как истинные хищники, могли начать делить территорию и выяснять свои отношения прямо там. По своей природе лев считается гораздо агрессивнее тигра, и он в большей степени склонен к разборкам. Поэтому инициатором в плане драки выступает именно лев. Возможно, у царя зверей играют гормоны, либо лев просто боится, что тигру ведёт его самок. И хотя полосатая кошка к самкам льва не испытывает особого интереса, лев всё равно в любой момент готов начать бой. Тигр в таких ситуациях предпочитает лучше отступить и не вступать в драку без крайней необходимости. А вот львы не привыкли отпускать своих соперников. Таким образом, тигр ведёт себя в конфликтных ситуациях с чувством благородства и такта. Но это вовсе не означает, что он боится льва, просто без особой необходимости драться не будет. От природы он предпочитает беречь свои силы. Однако если лев его всё же достанет, то тигр всегда будет готов за себя постоять. Для сравнения рассмотрим вначале физические возможности льва. Максимальный вес льва может доходить до 270 килограммов. Длина туловища без хвоста способна достигать двух с половиной метров, а высота в области холки больше одного метра. Тело у льва гибкое, подвижное, отлично развита мускулатура шеи и передних лап. Что же касается задних лап, то они самые слабые, поэтому он не в состоянии на них долго стоять. Голова у льва массивная, морда вытянута, имеет сильные челюсти. Лев в своём арсенале также обладает тремя десятками, острыми как бритва зубов, а клыки могут достигать 8 сантиметров в длину. Когти также весьма длинные, способные достигать 10 сантиметров. Исходя из этого, напрашивается вывод, что лев грозный соперник, с которым придётся считаться. Также львов можно смело назвать бойцами от рождения. Наличие густой гривы отлично помогает обеспечивать дополнительную защиту. Кроме того, постоянная практика битв с другими самцами позволяет хищнику находиться в отличной боевой форме и в любой момент быть готовым к схватке. В общем, лучше не стоит переходить дорогу льву и пытаться провоцировать его. Давайте теперь детальнее рассмотрим тигра. Максимальный вес полосатой кошки способен достигать 350 килограммов. Тело в длину больше трёх метров, и это без учёта хвоста. Хищник мощный, крайне ловкий, может без особого труда перепрыгнуть забор высотой в 3 метра, даже с добычей в зубах. Клыки длинные и острые, способны достигать 10 сантиметров в длину. Когти могут также доходить до 10 сантиметров, и при этом крайне острые. По своей природе, тигры считаются одиночными животными. Они не привыкли на кого-то рассчитывать, поэтому часто любят завершать свою атаку быстрой победой. Кроме того, тигры отлично плавают, что позволяет им охотиться даже находясь в воде. Также это одно из самых безжалостных животных на планете, особенно когда находятся в состоянии голода. Что же касается потенциальных жертв, то тигры часто охотятся на горалов, оленей, диких кабанов и даже крупных быков. А если тигр очень голоден, то он способен без малейшего промедления напасть на большого черного медведя и убить его. Ну что ж, а теперь давайте попробуем, исходя из полученных знаний о львах и тиграх, сравнить их в плане силы. Сразу становится понятно, что тигр более тяжелый, чем лев, на почти целых сто килограммов. У тигра более мощная мускулатура. Также полосатая кошка обладает более длинным телом, чем лев, примерно на полметра. Клыки длиннее, а сила укуса выше почти на двадцать килограммов. Также полосатая кошка более быстрая и ловкая, чем кошка с гривой. Тигр передвигается гораздо быстрее, а также мощнее и стремительнее наносит удар одновременно двумя передними лапами. Стоит еще отметить, что у тигра сильные задние лапы. Лев способен стоять на задних конечностях всего лишь несколько секунд, в то время как тигр гораздо дольше. Что же касается самой тактики боя, то лев зачастую не способен полноценно контролировать сражение. И его нередко кусают за шею с находящимися там жизненно важными артериями. Единственное, что спасает льва в этой ситуации – это его грива. Тигр, в свою очередь, поступает гораздо умнее, стараясь не подставлять противнику свои слабые места. Также полосатый хищник стремится отразить и нанести удар одновременно, обладая вдобавок ко всему большей выносливостью, чем лев, который не привык к тому, чтобы преодолевать долгие физические нагрузки и биться до последнего вздоха. Достаточно широко известен случай в Индии. Смертельно раненый тигр, прежде чем умереть, сумел убить своего обидчика, тем самым отомстив за свою гибель. Произошло это так. На пути у тигра повстречался вооруженный охотник. Он всидел в башне наверху огромного слона. Когда увидел тигра, охотник прицелился и выстрелил на поражение. Пуля мгновенно пронзила сердце зверя. Обычное животное, или любой другой хищник, уже давно бы погибли. Однако тигр, обезумев от боли и ярости, кинулся к охотнику. Имея пулю в сердце, тигр оказался способен пробежать целых 20 метров, пока добрался до слона. Полосатый зверь успел подпрыгнуть и одним точным ударом лапы убить охотника, сидящего там. Эта история отлично нам демонстрирует, что эти полосатые хищники способны сделать то, на что другие звери попросту не имели бы даже шанса. Несмотря на всё это, стоит отметить, что силы и опасности обоим героям нашего выпуска занимать не стоит. Однако даже по технике боя, тигр гораздо успешнее способен превосходить технику льва. Ведь у царя зверей главный козырь заключается в грубой силе. А вот тигр настроен на то, чтобы нанести быстрый урон, перегруппировываясь и защищая свою спину. Конечно, если льву всё же удастся ухватить тигра зубами за шею, то вероятнее всего на этом для врага всё и закончится. Однако шансов на это крайне мало, вряд ли льву стоит рассчитывать на подобное. Тут скорее всё будет наоборот. Лев израсходует свою энергию, быстро устанет, а тигр выйдет безоговорочным победителем, используя удачный и самый подходящий момент в свою сторону. В 2011 году был зарегистрирован случай в зоопарке Турции, когда тигр всего лишь с одного удара сумел завалить льва на повал. Сотрудники рассказывают, что полосатая кошка перерезала еремную вену на шее льва, и тот мгновенно упал замертво в луже своей крови. Данный инцидент освещала даже служба BBC, транслируя новости. Получается, можно сделать вывод, что даже невзирая на определённые преимущества со стороны льва, тигр всё равно лидирует в плане размера и силы. Но тогда возникает логичный вопрос. Почему не тигру присвоили титул царя зверей, как самого сильного? Да хотя бы потому, что у него нет подданных. Тигр скорее разбойник, но никак не царь. А вот льву действительно характерен царский образ жизни, ведь у него в подчинении есть целый прайд львиц. Ему не приходится бегать за антилопами, он готов в любой момент вступить в схватку, если кто-то захочет навредить его прайду. Кроме того, у льва поистине царский вид. Да и рёв тоже царский. Рык льва можно услышать даже находясь на расстоянии до 8 километров, а это согласитесь весьма внушительно. Таким образом, лев действительно может по праву называться царем зверей. Пусть даже и не самым сильным. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением? А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Ну и конечно оформляйте подписку с колокольчиком на лайв-шоу, чтобы не пропустить новые, захватывающие видео из мира животных. До новых встреч!